Однажды жизнь Сергея Бурлакова разделилась на до и после. Из-за тяжелой аварии, которая произошла в армии, Сергей стал инвалидом. Но он нашел в себе силы и начал новую жизнь. Сергей занялся плаванием, пулевой стрельбой, легкой атлетикой, получил звание мастера спорта. И за дня в день Сергей Бурлаков доказывает, что ограниченные возможности здоровья – это не приговор. Приглашайте этих ребят, пусть они на колясках, на электроколясках проедут рядом со всеми. Это же классно, это же круто, и еще неизвестно, кто кому больше поможет. Если когда-либо с кем-то, не дай бог, что-то плохое произошло, у них всегда был пример перед глазами. Чемпионаты среди пара олимпийцев, медали, спортивные звания и рекорды. Каждый раз, выходя на старт соревнований, Сергей Бурлаков совершает небольшую, но очень важную победу над собой. Сергей первым в мире пробежал марафон на протезах и обогнал 12 тысяч здоровых соперников. Сергей Бурлаков – чемпион мира по паре карате, его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса. Человек, имеющий инвалидность, это не говорит о том, что он какой-то особенный человек. Ну нет, у него там лапки или еще что-то, неважно. Он такой же человек, со своими тараканами, со своими плюсами и минусами. Он просто чуть-чуть другой. Но мы же все разные, поэтому все равны. Помимо спортивных побед, Сергей Бурлаков достиг результатов и в общественной жизни. Он стал инициатором создания и президентом Федерации физкультуры и спорта среди инвалидов. А зимой этого года Сергей вошел в состав Общественной палаты России. Люди, чтобы нашли в себе себя в себе и стали социальными людьми, которые приносили бы пользу городу, в котором они живут. Большое интервью с известным российским спортсменом смотрите 14 мая в программе «Актуальное интервью» на канале 16. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.